Основное чудо, которому мы учим всех, кто занимается серьезными управленческими вопросами, это ритм труда и отдыха. То есть ни один мозг не может думать о глобальных вопросах дольше 45 минут. Боевое искусство на современном этапе — это теория коммуникации. То есть как вы двигаетесь в паре с другим человеком, вы можете танцевать танго, вы можете делать парные упражнения, но вы должны это изучать. То есть практика в итоге и искусство должно стать таким простым, чтобы оно не было отличимо от действий человека, который вообще ничем не занимается. Привет, меня зовут Анна Мангайт, это проект Forbes Anthology. 12 интервью с самыми востребованными российскими коучами, которые занимаются личной трансформацией. И записываем мы его здесь, в самых высотных в Европе апартаментах, которые называются Forbes апартаменты. Мы прямо сейчас и начнем. Владимир Сидоров более 20 лет преподает Цигун и Тадзи Цюань, шестикратный чемпион России и трехкратный чемпион Европы Пан Эйдзя Цюань. За последние 10 лет провел 500 семинаров. Считает, что осваивая техники Цигун, человек получает набор результативных приемов для переговоров или управлением рабочими коллективами. Основатель Академии для преподавателей Цигун, студии Дыши и онлайн-школы Цигун. Привет, это Forbes Anthology, цикл, посвященный трансформации личности. У всех у нас есть запрос на эти какие-то новые, важные для нас изменения. Сегодня у меня в гостях Владимир Сидоров, мастер Цигун и Тайди Цюань, если я правильно произношу, правильно? Абсолютно правильно, Анна. Здравствуйте. На самом деле, долго обсуждали перед тем, как встретиться с Владимиром, почему важно поговорить и со специалистом, который занимается трансформацией личности через тело. Вот приходит человек, который абсолютно не знаком ни с восточными практиками, ни с эзотерическими, не знает ничего о каких-то важных восточно-духовных учениях. Но он понимает, что ему нужно меняться, и он готов меняться и физически, и ментально. Как вы ему объясняете, что конкретно произойдет, если он будет заниматься тем, чем вы предлагаете? Мы предлагаем ему, как наши друзья из Средней Азии, на первых порах спрятать ковер своего нетерпения в сундук ожидания. Чуть-чуть. Почему? Потому что он должен прислушаться к ощущениям, которые он физически получит в ходе простейших упражнений. То есть приходят люди с запросом на энергетический потенциал. Мы им говорим, вот, есть упражнение, открытие и закрытие, почувствуйте, что вы в этот момент ощущаете. У него появляются ощущения. То есть мы ему спрашиваем, что вы ощущаете, когда вы медленно идете, ощущая перекатывание веса по стопьем, заземление. Что вы ощущаете, когда вы делаете медленные движения руками, которые определенный характер несут в себе, там, какой-нибудь прыжок тигра. А теперь все это вместе соединим. Что вы чувствуете? И он говорит, что у меня сознание перешло в наблюдательный режим. То есть оно все это наблюдает, чувствует, и я отключился. И у меня сознание чистое и спокойно. Оно пустое стало. А зачем мне пустое сознание? Дело в том, что нужно быть готовым слушать. Пока есть внутренний диалог, мы только его слушаем. Когда он затихает, мы готовы услышать изменения, которые требуются для нас, происходят вокруг нас. То, к чему надо адаптироваться. Просто другого человека слышим. То есть это как глухарь. Он пока поет, он ничего не слышит. Он слышит только себя. И в этот момент он уязвим. Пока есть внутренняя болтовня, то, конечно, его способность такого человека, она ниже к адаптации. Он просто не слышит ничего. Он бы мог услышать, если бы чуть-чуть внутри стало тише. В этом смысл. Вы так описываете, как будто бы это легко. На самом деле, легко ли прийти к этому состоянию чистоты в голове? И вообще, и физически прочувствуется. А да, легко. Очень легко. Потому что это то, что естественно происходит. То есть естественным образом наше сознание так устроено, что оно всегда знает, как мы дышим, как мы опираемся, как мы двигаем руками, как мы все это соединяем. И здесь восточная мудрость такая, что на начальном уровне это может сделать любой. И всегда. А до конца, как это работает, ну да, много времени. То есть нужно понять, нужно практиковать и создавать условия для того, чтобы несколько минут в день находить для этих упражнений и постепенно-постепенно углублять. Поэтому ответ такой, что на начальном уровне можно почувствовать нетрудно. Нетрудно. Если было трудно, это бы не дошло у нас основные упражнения с 8 века. Это бы просто не пережило вот такой огромный период времени. Я всегда ссылаюсь на первого историка китайского. Такой сын Атьянь был. Он всегда говорил, что учение даосов темное и непонятно, но в применении эффективно. То есть на самом деле это так. То есть все вещи, которые могут быть ясно и понятно объяснены, они, скорее всего, не работают. Потому что все в деталях. Все в деталях. То есть мы должны дать какие-то базовые вещи, понятные, а потом их соединить. И они работают уже неведомым образом, как бы вместе. Вот этот момент нужно... То есть нужно ясно объяснить основу, конкретно ее дать понять, почувствовать, а потом дать человеку пронаблюдать, что включается природный механизм, когда все действует в соединении. Это уже тяжело объяснить, обсуждать. Ну, как все процессы сложные. То есть мы можем какой-то аспект только выделить. Тогда ум успокаивается. Другой аспект, третий аспект. А когда мы их соединяем, ум, скорее всего, перейдет в созерцание. Он не сможет управлять этим напрямую. Вы можете мне показать то самое первое упражнение, которое вы даете людям, которые к вам приходят, и вам первоначально не доверяют, потому что они не понимают, что будет происходить? Да. То есть в природе все дышит, поэтому первый образ, который мы даем, и первое упражнение – это открытие и закрытие. То есть одного мастера спросили, как объяснить цигут. Он очень просто сказал – это открытие, ладошечки разводим и слушаем прохладный воздух, который снаружи от ладони. Теперь мы их медленно соединяем. И в итоге мы что ощутим? Что руки на каком-то расстоянии начинают тепло друг друга чувствовать. И теперь мы переключаемся с прохладного воздуха, который натекает на руки снаружи, на теплый воздух, который внутри, и тепло между ладонями. То есть мы делаем это несколько раз и наблюдаем, что происходит с организмом. То есть вот, допустим, 3, 6, 9 движений, и мы можем отследить, что произошло с телом. Скорее всего, на уровне действия нервных окончаний. Скорее всего, если руки были прохладные, то они чуть потеплели, если они были влажные, они чуть-чуть высохли. То есть мы ощущаем, вот первичное действие энергии самое-самое-самое простое. Как это в дальнейшем может проецироваться на успехе человека, например, в бизнесе или в каких-то личных достижениях такого профессионального плана? Очень просто. Мы повторяем природу. То есть во всех наших действиях сквозит наше ощущение себя. То есть, по сути, мы как бы себя на всех процессах, в которые принимаем участие, мы отпечатываем. И обычно человек думает, что он отпечатывает как бы свои мысли, свои слова, свое эмоциональное состояние. Но во многом он отпечатывает физически свое тело, свое самоощущение. Как только он начинает чувствовать стопы, люди начинают чувствовать, что он хорошо стоит на ногах. Меняется голос, да, то есть физически. Как только он начинает длиннее дышать, у него как бы он может дольше просто выслушать. Что значит длиннее дышать? Более долгое дыхание становится, да. То есть медленные упражнения приводят к тому, что дыхательный ритм становится очень-очень-очень долгим. А почему важно слышать, собственно, голос? Потому что он зеркало, он как бы отражает и помогает нам, это интерфейс наш со всеми людьми, да. То есть иногда нам нужно быть мягче, иногда нам нужно быть жестче, иногда нам нужно быть активнее, да, иногда, наоборот, тише. Это все проявляется в голосе, да. Голос очень сильно опирается на тело. А вы можете привести примеры какие-то из личной практики, из практики и опыта ваших клиентов? Как с ним происходили вот эти трансформации, связанные с приходом, предположим, цигуновых жизней? Я имею в виду профессиональные трансформации, такие более глобальные. Да, да, потому что многие используют, вот есть известная телеведущая, вот, занимается у меня давно уже, с 2000, наверное, с 2007 года. И она использует вот цигун в качестве вот одной из трех дисциплин. То есть она любит функциональный тренинг, йогу и цигун. Вот, и она говорит, что, ну, медиабизнес весь, он всегда очень-очень затратный с точки зрения его проживания всего этого, да, его содержания и ситуации, которые там разворачиваются. Вот, и она говорит, что по ходу занятий выяснилось, что получается дольше оставаться спокойным, спокойнее реагировать на все изменения, двигаться профессионально. Ресурс, как бы, да, то есть она говорит о том, что ресурсное состояние, да, возникло определенное благодаря цигуну, которое позволяет не выгорать. И это основное, да, чтобы всегда сохранялся тот ресурс, та база, на которой мы разворачиваем свою профессиональную деятельность, управленческую деятельность. В этом смысл. Жизнь человека, который все время находится в этих гиперстрессах, да, и несет большую ответственность. Нужно ли ему делать в жизни, вот мы предположим, внутри его профессионального дня, какие-то паузы, чтобы медитировать, заниматься гуном и так далее? Или это не ежедневная практика? Если честно, да, я всегда советую так поступать. Когда-то наши шерпы, проводники в горах нас научили, да, что мы идем 45 минут, а потом мы 15 минут отдыхаем. И мы говорим, ну мы же можем идти быстрее, мы же можем вот прямо сразу вот на ту вершину подняться. Они говорят, нет, мы 45 минут идем, а 15 минут отдыхаем. И вот в какой-то из дней мы, значит, промахнулись. То есть много отдыхаете, получается, да? Да, да, самое главное, чтобы достаточно было. Мы промахнулись мимо маршрута, и нам пришлось там 16 или 18 часов идти подряд. И к концу вот 18-го часа мы поняли, что если бы мы не делали эти перерывы по 15 минут, мы вообще бы не дошли. То есть это просто исключено. И поэтому основное чудо, которому мы учим всех, кто занимается серьезными управленческими вопросами, это ритм труда и отдыха. То есть ни один мозг не может думать о глобальных вопросах дольше 45 минут. Это непродуктивно и неэффективно. Это легко сказать. Вот, конечно, к разговору об умении очищать мозги. Да, то есть желательно. Это очень сильно увеличивает продуктивность многократно, да? То есть способность сказать стоп, прерваться, выпить чашечку чая, пройтись вдоль вот этого прекрасного вида, поделать какие-то простые упражнения, потому что иначе к концу 18-го часа станет понятно, что мы вообще бы не дошли и мы бы не были в силах. То есть важно понимать ритм, да, что все требует перерыва, все требует паузы. То есть как театральная пауза, да? То есть мы должны взять паузу, и тогда действия, слова, события, они обретают смысл. Вы учите ее, братья. Это же одно дело сказать, возьми паузу, другое дело, что, ну, взял ты чашечку чая, а внутри все все равно колокочет. Да, поэтому есть практики, которые вообще не требуют движения, то есть они требуют, да, почувствовать пространство, почувствовать воздух рядышком, чуть-чуть потянуть макушку, чуть-чуть расслабить левое плечо, расслабить правое плечо, подумать про живот. Как только мы продумали про живот, да, то есть возникло центрирование, да, то есть человек вернулся к собственному центру жизненному, и он как бы выключился, да. То есть при тренировке это занимает всего несколько секунд, а эффект шикарный, потому что человек как бы перестает плыть по течению. Он делает остановку и может дальше принять решение, как быть. Я всегда спрашиваю у людей, которые занимаются вот теми самыми трансформациями, как клиенту потенциальному понять, что пора, потому что, ну, люди живут в каком-то ритме. Как, где те маячки, которые дают тебе понимание, что тебе необходимо уже просто заниматься, заниматься вот этой вот самой трансформацией своей физики, например. Так не надо говорить, что этим нужно заниматься с детства, и лучше всего с трех лет к этому прийти. У вас уже не та ситуация. Да, была такая шутка, почему начал заниматься в полтора года, что так поздно, да. Это если судьба, то есть это если родители практикуют, то есть это есть в семье. Это, конечно, здорово, но когда уже точно пора, когда сложно становится высыпаться, вот, потому что цигун – это некое продолжение, по сути, сна, да, то есть это некое состояние глубокого покоя, на самом деле, погружение в покой, которое нам помогает отдыхать и переводить мозг в ресурсный режим. То есть если тяжело высыпаться, точно нужно заниматься, да. Если появляется, конечно, ощущение усталости, тревожность, любые ощущения, да, физического дискомфорта, да, то есть это все говорит нам о том, что нужно больше времени уделять собственному состоянию, да, то есть начать инвестировать в себя, потому что это самое ценное, да, то есть кто будет все это делать? Все это будем делать мы. И очень правильный вопрос, который своевременно нужно задать, да, что найти те формы, в которых мы сможем это делать просто технологично и всю жизнь, когда нам будет 40, 50, 60, 70. То есть в любом физическом состоянии. Практически да, практически да. Вы же занимаетесь не только цыгутом, но и восточными практиками боевых искусств. А как их можно применить? Вот те навыки, которые дает, например, тяжелое слово такое, это оди тюань, как это можно применить в бытовых практиках, например, связанных с деловой жизнью? Ну вот зачем мне это уметь? Дело в том, что любой управленец хочет успешности. Мы все получаем как бы заряд правильных гормонов, когда мы достигаем цели. Вот, на Востоке они очень просто говорят. Они говорят, хочешь быть 100 боев, 100 побед, должен знать себя и должен знать людей. Должен знать себя – это цыгун. Себя нужно изучать, это очень, это огромный, это целый мир, да. Нужно заниматься и это все изучать и приобретать навыки, да. Наблюдение, самонаблюдение, самостроительство какого-то, да. А вот как знать других? Нужно делать парные упражнения в том или ином виде. То есть, по сути, мы говорим, что боевые искусства на современном этапе, они – это теория коммуникации. То есть, как вы двигаетесь в паре с другим человеком, вы можете танцевать танго, вы можете делать парные упражнения, но вы должны это изучать, взаимодействие в паре. Потому что эта модель коммуникации, она переносится автоматически на все остальные виды коммуникации. А мы коммуницируем все время, ежеминутно, ежесекундно взаимодействуем. А что это дает, вот, это навык коммуникации внутри боевых искусств тем коммуникациям, которые я могу практиковать на переговорах, например? Это дает две вещи. Первое – это возможность стать тихим и следовать, дать оппоненту проявиться, дать партнеру высказать то, что он хочет высказать, дать ему проявить ту идею, которую он хочет проявить. И на это время мы становимся тихими, осуществляем недеяния. Мы ничего не делаем, мы даем партнеру проявиться. Это проявляется как делегирование, как перенос, как бы вот инициативы, да, передача инициативы людям. То есть им нужно дать проявиться. А мы на это время должны утихнуть, исчезнуть, успокоиться, да, и следовать за ними, не проявляя своей воли. И второй вариант – мы должны вести. Когда мы поняли, что вот сейчас настала та уникальная ситуация, когда никто, кроме нас, в этот момент мы должны вести. Да, ну кто танцевал, понимает, да, что вести сложно. То есть это нужно, как бы полностью быть в этом состоянии, да. Лучше, если мы это делаем телом, а не словами и немысленно. Это очень надежно. Поэтому нужно всю жизнь заниматься какими-то парными упражнениями, да. мягкими боевыми искусствами, нетравматичными танцами, которые в паре и так далее и тому подобное. Мягкие – это значит не агрессивные боевые искусства? Мягкие – это значит, что где-то лет 300 назад, когда было изобретено огнестрельное оружие, и оно начало, так сказать, работать на полях сражений, стало понятно, что рукопашный бой бессмысленен. Ну, то есть он потерял любую, во всякое значение. И стало понятно, что просто нужно использовать это вот как инструмент, да, для такого контакта мягкого. То есть чтобы, когда мы практикуем боевое искусство, ничто, кроме эго, не страдало. То есть мы должны четко, например, вывести человека из равновесия, но он сам при этом должен остаться целый. Да, то есть его тело не должно быть повреждено. Обидеть морально, да? Мы должны четко ему показать, что он потерял равновесие, потому что пока он не теряет равновесие, он думает, что у него все в порядке. Но нет таких людей, которые не имеют уязвимости в равновесии, да. И туйшоу, то, что мы называем толкающие руки, это прекрасный способ, да, как бы для интеллектуально развитого человека, тем не менее, практиковать искусство. Не бокс, конечно, потому что сложно, это очень травматично, да. То есть мы не можем себе этого уже позволить. Слишком тонкие процессы на карте. Но важно уметь выводить из равновесия, и главное, что важно сохранять свое равновесие, уметь бороться за него. Вы используете много такой деловой терминологии, связанной скорее с лексикой, в том числе и таких бизнес-коучей. Проводите ли вы тренинги, например, в компаниях? Можно ли такое сделать в плане цигуна? Да, конечно, конечно. Это тема, которая сейчас, вот, она в тренде, она развивается. И тот огромный опыт, который у нас есть, как бы по работе с просто людьми, которые говорят, например, на русском языке, да. То есть на самом деле это еще 10-15 лет было просто огромной задачей, да, как на русском языке про это рассказывать. А в чем проблема? Проблема в том, что все культурные коды, восточные, они требуют локализации, да. То есть надо понять, как про это рассказывать, чтобы было понятно. Вот, когда я это понял, я решил сделать тренинг такой, вот, три дня выходные, да, и поездил по России, по зарубежью, пообщался, провел 500 семинаров, да. И вот в ходе них я все время спрашивал, а понятно или непонятно? Вот в этой точке было ясно или было не ясно? Метафора как бы описывает то, что вы получили в итоге или нет? И этот язык сложился вот за 10 последних лет, и сейчас мы в такой точке находимся, что вот эти исследования, да, которые мы вели последние, там, 15-20 лет, они все уже дошли до той точки, что бизнес-сообщество может этим воспользоваться. Если вы пришли с этой практикой в компанию, например, и проводите групповой тренинг для компании, что это может дать группе людей, вот если это сообщество? Может ли это как-то продвинуть это сообщество в дальнейшем действиях, например, и в успешности той же? Да. Во-первых, на уровне цигуна есть, например, такая вещь, как произнесение звуков, да, то есть мы произносим тихонько-тихонько. Си-и-и-ху. Да, то есть это два выдоха. И, соответственно, когда у нас есть компания из 5-7 человек, они начинают это делать синхронно и абсолютно спонтанно попадают в унисон. То есть совместная практика, она создает групповое поле на новом уровне. И они понимают, что они лучше слышат друг друга. И они как бы начинают подстраиваться и уравновешиваться, да. Это очень-очень-очень большая как бы история. И раз. И второе, когда они, если начинаются упражнения в паре, самые простые, то открывается характер человека. То есть потом достаточно рукопожатия, чтобы понять про психоэмоциональное состояние человека. Вот он взволнован или он спокоен, или он как бы какой он, да. То есть возникает такая внимательность, да. Это дает что-то внутренней кооперации, внутри компании. Это дает качество коммуникации, да. То есть это дает вот способность взаимодействовать и учитывать особенности, учитывать характер каждого человека, да. Потому что мы все разные. Вот. И чтобы эффективно взаимодействовать, нам нужно понять характер человека. Чтобы это делать, это нужно тренировать. Сейчас я решил провести эксперимент. У нас сейчас три оператора. Давайте сделаем психу. Вот это вот упражнение. Можно? Да, конечно. Работаем синхронизацией или нет? Можно, я вас спрашиваю, подключиться? Не обязательно выходить из-за камеры. Значит, нужно что делать? Значит, еще раз, да. То есть, допустим, мы кладем руки на живот. Мы чуть-чуть живот собираем. Так. И чуть-чуть живот отпускаем. Когда мы собираем живот это? Когда мы живот отпускаем. Важная для меня история. Как вы пришли в Цгун и в Тайдзюань, как выглядела ваша жизнь до восточных практик, и что изменилось в ней после того, как вы начали этим заниматься? То есть ваша личная трансформация? Мне очень-очень-очень повезло. Я где-то лет в 12 понял, что вот что-то меня влечет в боевые искусства, и начал заниматься. Где-то лет через 10 начал преподавать, когда первые чемпионаты начал выигрывать. Я понял, что эффективно получается, и через 10 лет пришел к полному кризису. Я понял, что я делаю что-то не то. То есть я делаю все на совесть, занимаюсь на совесть, и рассказываю людям на совесть, но что-то не то. То есть делаю все правильно, но зря. Я понял, что надо ехать в Китай, найти правильного дедушку. Приехал к мастеру, он на нас посмотрел, говорит, занимаетесь? Я говорю, да. Тайдзюань занимаемся. Он говорит, покажите. Я показал несколько движений. Он говорит, классно. Но это не Тайдзюань. Я говорю, Шифу, ну как, почему? Он говорит, потому что это все нужно делать из центра. Он показал, как он двигается, показал, что он нас роняет легко. Мы ничего не можем сделать, хотя ему 79 лет, и в нем здоровье больше, чем в нас во всех. И он как бы знает ответы на все вопросы, которые мы задаем, и еще на те, которые мы не знаем, да, даже вопросы. Вот. И все. И я 7 лет с ним прозанимался, а потом к его старшему ученику поступил уже как бы, подписал большие, и мы теперь с ним в течение всей жизни наслаждаемся диалогом про эту дисциплину. А вас не раздражают люди, которые ничего в этом не понимают? Всегда же есть определенный снобизм профессионала по отношению к тем, кто… Нет, чем дольше занимаешься, тем приходишь к тому, что нужно быть проще, 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 проще. То есть, если не получилось еще упростить, нужно еще двигаться к корням. То есть, это вот когда Лай-Лама всегда говорит, он говорит, я просто человек, и это всегда очень подкупает. То есть, понятно, что он, кстати, великий человек и большой специалист в своем деле, но он тоже говорит, что нужно к корням, к корням, к корням ближе. Это значит, что еще проще. То есть, практика в итоге и искусство должно стать таким простым, чтобы оно не было отличимо от действий человека, который вообще ничем не занимается. Тогда это настоящее. Поэтому иногда, конечно, раздражает, но я стараюсь в эту сторону двигаться и со временем проще становится. Сколько стоит, я имею в виду конкретно денег, сколько стоит тот промежуток занятий от полного незнания, когда ты приходишь к какому-то самоощущению, когда ты начинаешь быть с собой доволен? И вот человек должен понять, сколько мне нужно инвестировать в эту свою физическую компоненту, чтобы чего-то достигнуть. Очень зависит от самого человека. Но традиционно мы говорим о том, что прежде всего время. Традиционно говорится, есть ворота 100 дней. То есть, нужно пройти ворота 100 дней. То есть, нужно в течение 100 дней регулярно возвращаться к практике, и через 100 дней человек может точно сказать, что он продвинулся, он создал некую для себя видение. Желательно, чтобы он занимался один-два раза в неделю эти 100 дней в группе, индивидуально, на тренинге. Но есть время, быстрее которого нельзя объяснить, продвинуть до ресурсного состояния. Можно рассказать, показать, да, но через 100 дней возникнет внутреннее ощущение понимания. То есть, человек скажет первый раз, о, да, я понял. Он потом будет это делать всю жизнь. Но первый раз он это скажет, вот, примерно через 3 месяца. И сколько это получается? Часов. Денег. Зависит, зависит, да. То есть, если это индивидуальные занятия, ну, порядка там, не знаю, наверное, есть индивидуальные занятия по 100 долларов, ну, примерно, да. Если объяснять человеку какие-то азы и что он может начать делать сам, ну, предположим, дать какие-то 3 простые практики, чтобы вот вообще почувствовать цигун и сам без всякого преподавателя делать самостоятельно. Ну, начать что-то, понять. Для того, чтобы почувствовать, что такое цигун, нужно понять всего несколько базовых принципов. Они традиционно формулируются как такая, да, идея, да. Небо, земля и человек находятся в соединении. То есть, во-первых, небо, да. То есть, мы его берем за образец. И первое упражнение — это открытие и закрытие. То есть, мы медленно соединяем ладони, чувствуем тепло между ними, медленно их разделяем и чувствуем прохладу с внешней стороны руки. Делаем 3, 6, 9 раз, чтобы немножечко это почувствовать. Второй момент — это земля. Там мы медленно переносим вес вперед, ощущаем опору и делаем пустой шаг. Возвращаемся немного. Это возвратно-поступательное движение. Важно заземлиться. Важно почувствовать, что наши стопы очень мягко и плотно встают на пол. И мы можем сделать несколько шагов вперед и назад. Третий момент — это нужно проявить характер определенный. Например, движение, как прыжок тигра. Оно направлено от опоры, и мы легко-легко толкаем воздух, а потом тянем его к себе и опускаем вниз. Всем телом помогаем этому движению рук, что вся наша энергия доходит до кистей, и от кистей потом обратно возвращается к опоре. И теперь мы соединяем это все. С шагами небо, земля и человек находятся в соединении. Наблюдая этот ритм, мы постепенно переходим в созерцательное такое состояние, когда, наблюдая шаги, ощущение воздуха, движение ладоней, мы потихонечку чувствуем, что такое цигун. Вот в основе небо, земля и человек в соединении базовая практика. Люди из большого бизнеса обычно перфекционисты. Это мешает в практике или наоборот дает? Это очень здорово в долгосрочной перспективе. Почти всегда я прошу людей вначале немножечко расслабиться. То есть дать себе чуть-чуть полегче. Чуть-чуть полегче, потому что ничто не происходит мгновенно. Восток весь пронизан одной вещью, что посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Даже если мы хотим что-то идеально сделать, потом надо будет это много повторять, чтобы сложилось вот это качество, накопилось прекрасное. Поэтому на начальном этапе лучше расслабляться и дать себе поблажку. То есть не быть слишком к себе требовательным. Наоборот, попробовать расслабиться и получить просто удовольствие от процесса. Это залог того, что все идет в нужном направлении. Спасибо большое. Мне тоже захотелось заниматься. Ваш осенний университет «Форбс. Антология». 12 увлекательных уикендов осенью 2019 года, посвященных главным технологиям персонального развития. 12 звездных тренеров и их лучшие практики. Уникальное пространство на головокружительной высоте в Сити. 90-й этаж Башни Федерации. Все, что деловому человеку нужно узнать о трансформации, чтобы владеть лучшими инструментами персонального роста. Продолжение следует...